Азовское море Самое маленькое, мелкое и самое пресноводное море в мире Азовское не уступает черному по популярности у крымских туристов Теплая вода, песочные пляжи, уютные бухты Лучшее место отдыха для детей и взрослых Берега Азовского моря облюбовали скайсерферы и дайверы Несмотря на экологические проблемы, не иссякает интерес к местным водам у рыбаков В щедром море по-прежнему можно выловить бычков, камбалу, кефаль и хансу А еще Азовское море называют раем моллюсков Ведь именно здесь обитает огромное количество мидий Много миллионов лет назад Азовское море входило в состав необъятного океана Тетис История возникновения водоема тесно связана с геологическим прошлым Крыма Кавказа, Черного и Каспийского морей Под влиянием внутренних процессов земная кора то опускалась, то поднималась, образуя горные цепи Впоследствии каменные глыбы размывали воды и разрушали ветры, превращая их в равнины В результате воды Мирового океана то затопляли отдельные участки суши, то обнажали их Лишь в Кайнозойскую эру очертания материков и морей становятся такими, какими мы привыкли видеть их на современных картах В это время в процессе поднятия Крымских гор один из заливов Черного моря превращается в отдельный водоем Возникает Крым, отделенный узким Герченским проливом от материка и соединяющим Черное и Азовское моря В древности этот пролив называли Босфором Гемерийским Намек на мелководность пролива очевиден, так как Босфор в переводе означает «бычий прор» В пределах Крымского полуострова южный берег Азовского моря по большей части представляет собой крутые обрывы Таков, например, мыс Казантип, в основании которого лежит риф Атолу На западе от этого мыса располагается Арабатский залив, на востоке – Казантипский Восточнее Казантипа тянется низменный наносный участок побережья Берега заливов сложены мягкими глинистыми породами Южнее мыса Казантип находится реликтовое соленое Актажское озеро Оно представляет собой остаток Казантипского залива, когда-то глубоко вдававшегося в сушу Крупных островов на Азовском море нет, однако имеется ряд отмелей, частично заливаемых водой и расположенных близ берегов Таковы, например, острова Берючий, Черепаха и другие Глубина самого маленького и мелководного моря в мире не превышает 14 метров Объем всего водоема равен 320 кубическим метрам Для сравнения, Аральское море больше Азовского по площади в два раза, а Черное – почти в 11 раз Однако не в размерах главное достоинство Не зря в древности Азовское море называли рыбным или лещевым Щедрые воды его кормили людей испокон века На Руси Азовское море стало известно в первом веке нашей эры Называли его тогда Синим морем После образования Тмутараканского княжества водоем прозвали русским Впоследствии море многократно переименовывалось Самокуш, Салакар, Майутис Вариаций было много Наконец, в начале XIII века было утверждено название Саксинское море Татаро-монгольские завоеватели пополнили коллекцию имен Азова, назвав его на свой лад «балык-дингис», что в переводе означает «рыбное море» Еще одна версия происхождения названия водоема гласит Азак – тюркское прилагательное, означающее «низкий» или «низменный» В средние века русские называли Азовское море «сурожским» Однако наиболее достоверным следует считать происхождение названия от города Азов По поводу этимологии слова «Азов» также существует ряд гипотез, одна из которых связана с именем половецкого князя Азума – Азуфа, убитого при взятии города в 1067 году Принято считать, что современное название Азовского моря пришло в русскую топонимию в начале XVII века, благодаря летописи Пимена Поначалу оно закрепилось только за его частью – Таганрогским заливом, и лишь во время азовских походов Петра I название «Азовское» распространилось за всем водоемом Древние греки, в свою очередь, называли Азовское море Майотис-Лиман – Меотийское озеро, а римляне – Меотийское болото В те времена южные и восточные его берега населял народ Меоты Такое нелицеприятное прозвище связано с мелководностью и болотистостью Восточных берегов водоема Первую карту Меотиды составил Клавдий Птолемей Он определил географические координаты для городов – устьев рек, мысов и заливов побережья Азовского моря В 1068 году русский князь Глеб измерил по льду расстояние между Керчью и Таманью Известно, что Азовское море в особо холодные зимы полностью промерзает Так что по нему можно запросто ходить, не боясь провалиться под лед Как свидетельствует надпись на Тмутараканском камне, расстояние от Тмутаракани до Корчева Древнее название Тамани и Керчи составляло приблизительно 20 километров Получается, что за 939 лет это расстояние увеличилось на 3 километра С XII-XIV веках генуасти и венецианцы также начинают составлять порталаны – морские карты Черного и Азовского морей Во времена царствования итальянцев в Крыму в Азовском море активно добывалась разнообразная рыба Процветала торговля, и осетра, выловленные на Азове, доставлялись живьем в Константинополь Кстати, один из маршрутов Великого Шелкового пути проходил в месте впадения Дона в Азовское море Отсюда следовали дороги ко всем крупным городам государств, расположенных на побережье Азовского и Черного морей Таких как Фанагория, Кафа, Феодосия, Ольвия, Сугдея, Судак и Севастополь Несмотря на мелководность, Азовское море издавна славилось богатством подводного мира Связано это с особым составом воды В течение нескольких тысяч лет в водоем впадали две мощные реки Дон и Кубань, которые опресняли местные воды В итоге сформировалась особая система сообщества живых организмов, которая занимает среднее положение между морской и озерной средой обитания, которое называют биоцинозом Малосольная вода привлекла внимание к морю пресноводных видов рыб, таких как лещ и судак В то же время здесь продолжают нереститься морские представители – осетры, тарань и другие Пресноводность долгое время не давала размножаться сине-зеленым водорослям, которые заставляют свисти воду, высасывая из нее кислород Который так необходим рыбам для нормальной жизнедеятельности Этот фактор позволял Азову быть весьма плодовитым десятилетия Еще один рекорд Азовского моря – по биологической продуктивности оно занимает первое место в мире Среди биомассы пентоса моллюски занимают доминирующее положение Их остатки, представленные карбонатом кальция, имеют значительный удельный вес в формировании современного донного осадка Не зря Азовское море еще называют морем моллюсков Эти обитатели морской фауны являются важным источником питания рыбы Яркими представителями этого вида подводных обитателей являются сердцевидка, сендесмия и мидия В Азовском море обитает более 70 видов различных рыб, среди которых белуга, осетр, севрюга, камбала, кефаль, тюлька, хамса, тарань, рыбец, шемая Различные виды бычков Самая многочисленная рыбка – тюлька и сегодня радует усердных рыбаков Говорят, в особо щедрые годы вылов ее достигал 120 тысяч тонн В устьях впадающих в море рек, а также лиманах встречается 114 видов и подвидов рыб Среди них есть хищники – судак, стерлядь и белуга В конце 60-70-х годов соленость моря достигла 14% В связи с приходом черноморских вод, вместе с которыми в море попали медузы Их появление оказалось дурным предзнаменованием Последнее время Азовское море переживает не самые лучшие времена Экологи бьют тревогу, но реальных действий по спасению экосистемы водоема не наблюдается Главная проблема – повышение солености воды Воды рек Тона и Кубани забираются для орошения и приток пресной воды в Азов уменьшаются В то же время через Керченский пролив подтекает соленая вода из Черного моря Изменение процента соли сразу же повлияло на рыб, которые привыкли не рездиться в два пресной воде За одной проблемой тянется вереница других Как только вода стала более соленой, в ней начали размножаться вредные водоросли Чуждые флоры Азовского моря В последние годы наблюдается печальная картина – массовый мор бычков Из-за нехватки кислорода, которое вытягивает подводная растительность Рыбки выбрасываются на берег и умирают Сегодня ученые ломают голову над тем, как помочь Азовскому морю Бесполезно надеяться, что сельскохозяйственные угодья перестанут поливаться Есть предложение, связанное с искусственным сужением Керченского пролива Возможно, эта мера позволила бы немного уменьшить ток соленой воды И таким образом уникальная экосистема Азовского моря была бы спасена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok